Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео вы узнаете, каковы плюсы и минусы покупки консоли Xbox One X в 2020 году. Если вы вдруг еще думаете, какую консоль вообще брать, PlayStation или Xbox, то лучше посмотрите сначала предыдущее видео о сравнении двух консолей восьмого поколения. Потом переходите смотреть это видео. Если вдруг вы уже выбираете версии и больше склонны к X-версии, то это видео для вас. Просьба поддержать видео лайком и давайте начнем. Xbox One X это самая мощная консоль в мире на сегодняшний день. Это третья по счету консоль серии Xbox One и вышла она в 2018 году. Отличие от версий вышедших ранее это дизайн, а самая главная мощь. X-версия славится своими шестью терафлопсами и довольно качественной картинкой в играх. Да, действительно, X-версия это реально мощная консоль, которая способна выдавать 4К при 60 фпс. На ней действительно очень четкое изображение и тем у кого 4К телеки, эта консоль будет только плюсом, ибо по сути она и раскрывает потенциал данного разрешения и показывает игру в реально четком виде без мыла. Сама консоль имеет тот же функционал, что и X-версия, только акцент делается на 4К разрешение, то есть она может и записывать геймплей в 4К и естественно запускать игры в этом разрешении. Но не все игры можно запустить в настоящем 4К разрешении, и в некоторых играх есть выбор между кадрами в секунду и разрешением, либо 4К и 30 фпс, либо 1080p и 60 кадров в секунду. Кстати о кадрах, в большем случае счетчик стоит на 60, но почему-то в некоторых играх счетчик блочит на 30. Зачем это делается непонятно, но делается это лишь в некоторых играх и только в одиночных компаниях. Самый, пожалуй, крутой плюс данного разрешения в том, что для некоторых игр прошлого поколения завезли улучшения под данную консоль, и многие игры от Xbox 360 выглядят намного сочнее, чем они выглядели и выглядят на консолях ранних версий. Ко всему прочему, консоль способна быстрее загружать те или иные видеоигры, то есть начальная загрузка GTA V на Xbox One X будет куда быстрее, чем на Xbox One S. Несмотря на столь большую мощь, в играх все равно бывают фризы, лаки и какие-то недоработки, но это дело уже не в железе, а в оптимизации тех или иных видеоигр. И это, к сожалению, расстраивает и в то же время доказывает, что в консолях главная оптимизация. Плюсы консоли на самом деле видны невооруженным взглядом. Сравнивая картинки вживую, особенно вблизи и на большом 4К телеке, разница будет очень видна. Единственное, игры останутся теми же играми, с теми же багами и с той же прорисовкой. То есть, по сути, чего-то сверхнового, кроме четкого изображения, сравнивая с консолями ранних версий, вы не увидите. И на самом деле, лично мне это не очень понятно, поскольку консоль реально мощная, но каких-то спецэффектов или же каких-то графических технологий консоль не использует. Она лишь выдает 4К разрешение. Позиционируя данную консоль, многие даже думали, что это якобы новое поколение. В этом на самом деле и беда, что столь мощная консоль привязана к ранним версиям, что делает ее все равно консолью восьмого поколения. И именно из-за этого у нее меньше шансов прыгнуть выше головы, раскрыв полностью свою производительность. А она ведь, в свою очередь, намного мощнее ранних версий. По сети ходила и ходит до сих пор довольно интересная теория о том, что X-версия может стать, по сути, слабой консолью нового поколения. Из-за того, что она намного мощнее старых консолей. И якобы ее мощности должно хватить, чтобы запускать игры нового поколения. Но, к сожалению, данная теория все еще остается загадкой, и в ближайшем видеоролике я разберу эту тему чуть подробнее. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Как минус, X-версия могу выделить лишь возможный короткий срок актуальности. До выхода новых консолей остается год, и, по сути, X-версия актуальна была лишь 3 года при такой-то мощности. Да, надежда умирает последней, и, может быть, все-таки X-версия сможет запускать новые игры. Но об этом мы поговорим в другом видео. Консоль, кстати, несмотря на то, что она такая мощная, стоит всего лишь в районе 25 тысяч. По сути, у тех, у кого нет консолей, и они хотели бы взять консоль, которая выдавала бы игры с высоким разрешением, и у них есть 4К-телек, X-версия будет самым лучшим вариантом. Кстати, те, кто имеет телеки в 1080p, тоже, в принципе, могут заметить разницу в дальности прорисовки. Но самый сок все-таки виден на 4К-телеках. Многие после этого спросят, а почему ты сам не купишь X-версию, ведь тебе нравится Xbox? Тут ответ, на самом деле, очень простой. Я люблю играть в игры, нежели удивляться разрешением текстурок. И у меня уже куплено 2 Xbox One, 1 FAT, 2 S, и есть мощный комп. В игры, которые я хочу поиграть, я поиграю и на тех версиях консолей, а покупать третью такую же, но с более четкой картинкой, лично я не вижу смысла. Какого-то сверхнового experience я от этого не получу, игры тоже. И если я хочу получить графон именно сейчас, то я, скорее всего, просто запущу игру на комп, и выставлю более четкое разрешение, чем на слабых консолях. К счастью, железо моего компьютера сделать это позволяет. Знаете, на мой взгляд, это то же самое, как люди гнались за айфонами, покупая все новые и новые версии, хотя они мало чем отличались. Тут для меня, в принципе, то же самое, поскольку у меня уже есть игровые платформы, на которых я могу играть в интересующие меня игры. Многие могут сейчас кинуть шутеечку в виде, ну, тогда продолжай играть на 360-м боксе, удачи. И тут я напомню, что лично я всегда гонюсь за новыми играми нового поколения, и на старых консолях, к сожалению, в них не поиграть. Поэтому продолжать играть на 360-м Xbox у меня не получится. А если же говорить о разрешении в тех или иных играх, то оно меня сильно не смущает, ибо и что, купив и X-версию, новое поколение может оказаться не таким уж и крутым, поскольку X-версия, она реально мощная. Опять же, это лишь моё субъективное мнение, и оно имеет право существовать ровно столько же, сколько и ваше, и ни в коем случае не заставляя с ним соглашаться, ведь каждый играет на том, на чём ему больше нравится. Знаете, на самом деле, у меня после выхода X-версии сложилось такое ощущение, что именно такими должны были выйти Xbox One Fat и PlayStation 4, так как, по сути, это реально тот next-gen, который нам должны были предоставить в восьмом поколении консолей. X-версия – бесспорно мощная машина, но, к сожалению, на мой взгляд, она вышла поздновато. В любом случае, купив именно эту версию, вы ни капли не пожалеете, ибо во всей игре нынешнего поколения вы поиграете в высоком разрешении, и в некоторых случаях с повышенным фреймрейтом. Покупать или нет в 2020 году, думайте сами, но у меня совет такой. Если вас не устраивает разрешение в S-версии, и у вас есть 4K-телек, и у вас, конечно же, есть 25 тысяч, то купите X-версию. За 25 тысяч такой мощный комп вы вряд ли себе соберете. Но при этом не забывайте про будущее, ведь новое поколение выйдет, по сути, уже совсем скоро, и если вы хотите идти нога в ногу с новыми играми, вам, возможно, придется покупать еще одну консоль, поскольку X-версия, несмотря на свою мощь, возможно, потеряет актуальность. И прощаться с такой же консолью ровно через год будет тяжко. В любом случае, за библиотеку игр и свои аксессуары вы можете не беспокоиться, поскольку в следующем Xbox будет обратная совместимость. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши, какую версию консоли ты хочешь приобрести. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok